Всем привет зрителям и подписчикам канала и сегодня хотелось бы сделать такое видео со специально приглашенным гостем, корреспондентом, великим путешественником, моей племяннице. Моя племянница приехала в Лондон ко мне в гости и была здесь больше двух недель. Ну и хотелось бы задать ей несколько вопросов о ее впечатлениях, потому что, например, я делала такие видео, плюсы и минусы жизни в Англии, и я получила много таких комментариев, что ваши плюсы и минусы субъективны, или ваши плюсы совершенно не плюсы. Поэтому хотелось бы узнать еще одно стороннее мнение человека, который первый раз приехал в Англию, пробыл тут 18 дней, в общем, ноги почти до коленок стер, когда ходил по Лондону целыми днями с утра до вечера. Значит, узнаем. Мой вопрос первый, номер один, такой. Ну, расскажи, пожалуйста, три вещи, которые тебе в Лондоне или в Англии вообще понравились. Мне понравилась транспортная доступность всего, из любого места можно быстро добраться до метро, либо до электрички, и все это очень сообщенно, и автобусы ходят как часы, то есть ты всегда уверен в том, что ты можешь выбраться из любого места или добраться в любое место. И плюс мне еще понравилось, что автобусная сеть развита так же, как метро, то есть это занимает большее время, но ты прекрасно знаешь, что из любой части города ты можешь добраться с одной-двумя пересадками на автобусах. Иногда даже по прямой из центра города можно добраться до окраины. На автобусе дешевле, кстати. Да, на автобусе дешевле. Это плюс номер один. Плюс номер два. Бесплатные музеи, но не все. Большинство там очень крутых музеев здесь бесплатные, и это компенсирует некоторые минусы. Какой из бесплатных музеев тебе больше всего полюбился? Куда вот рекомендуешь? Ну, это на самом деле, ну, каждому на любителя, но так как я больше люблю смотреть всякие исторические штучки, то мне полюбился музей Виктории Альберта, хотя Natural History Museum, он рядом соседний стоит с ним на улице, это тоже очень впечатляюще. Вы там увидите такие космические штуки, я его полностью не осмотрела, но там космос, стоит сходить. Стоит сходить. Хорошо. Это, значит, то, что тебе понравилось, номер два. И третья вещь? И третья вещь, которая мне понравилась, это люди. Здесь люди очень уважительно, даже если это какие-то абсолютно не уважающие никого маленькие мальчишки, хулиганы, они все равно у них, у людей есть такое ощущение личного пространства другого человека. Перед тобой всегда извиняться, если кто-то тебя задел. Даже хулиган вам всегда скажет sorry. Да, я видела историю такую в метро, мальчишки бегали, какие-то хулиганы, бегали и бросили сумку. И пришла женщина, и, видимо, она, ну, очень испугалась, там, угроза террористического акта и всякое такое, и она стала кричать на всю платформу, А чья это сумка? Чья это сумка? Пришли мальчишки за этой сумкой, они перед ней очень долго-долго извинялись за то, что они заставили ее понервничать. Ну, как бы, у нас в Москве бы, наверное, огрызнулись в ответ. Сказали бы, вам-то какое дело? Хорошо. В общем, это такие плюсы, да? Ну, да. Три вещи, которые не понравились в Лондоне или в Англии? Мне не понравились цены на транспорт. Транспорт здесь очень дорогой, друзья. Берите тревел-карты, путешествуйте как можно больше. Ходите пешком, друзья. Ходите пешком, да. Нет, даже если вы планируете целый день ездить и смотреть, все равно тревел-кар будет выгоднее, чем нежели вы будете ездить на автобусах, потому что каждая поездка на автобусе, это примерно полтора фунта, и, да, тревел-карт намного выгоднее. И вот за 18 дней я потратила где-то, ну, чуть больше, чем 100 фунтов на транспорт или около 100. То есть, ну, как-то так. Но если вы будете жить в первой зоне, то вам, наверное, будет дешевле. А ты в какой зоне? Я в третьей. Ага, в третьей. Хорошо. Так, значит, что мне еще не понравилось? Что еще не понравилось? Номер два. А мне не понравилось. Здесь очень сложно с питанием. Ребята, носите с собой, если вы не любите бутербродов, потому что здесь кушать здесь дорого. Здесь нет таких заведений, как... Столовая копейка. Да, столовая копейка здесь нет, и даже столовая какая-нибудь 5 рублей тут тоже нет. Да. Вот. Столовая муму нет. Тоже нет. Ни муму, ни грабли, ничего такого. И есть очень развитая сеть наподобие нашего прайма в Москве. Там бутерброды и какие-то снеки и кофе. Вот это всюду. Они называются по-разному. Есть при этом анжер, есть ит, есть тот же старбакс и прочее, прочее, прочее. Но упор там идёт либо на какие-то супы, но не такие, как мы привыкли, там, жиденький суп с курочкой, а суп-пюре, и опять же, ну, это довольно тяжёлая пища. И бутерброды. Бутерброды здесь везде и всюду, и бутерброды здесь стоят довольно дорого, то есть там от 3,5 фунтов начиная и заканчивая там 7, 8, но средняя цена везде там 4,5. То есть с чем такой бутерброд? С рыбой, с крутой. Вот. Ты таких даже не видел. Средняя цена на бутер где-то, наверное, 4,5 фунта. Но это дорого. А в супермаркетах тоже не дешевле. В супермаркетах есть такая штука, как meal deal, туда входит какой-то снэк, ну, либо это будут чипсы, либо это будет резанное яблоко, что-то попить, сладкая газировка, либо вода или сок, и бутерброд. Ну, как бы, на одних бутербродах, ну, мне лично тяжело, они здесь привыкшие, но это сложно. А если еще бутерброды 800 рублей? Да. Долго не протянешь, а ешь и думаешь, ужас. Это номер 2 было, да? Да, 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 что сложно с едой. Поэтому надо носить с собой. Ну, как бы, и тут абсолютно нормально есть. Я наблюдала вчера картину, как девушка с какой-то банкой готовой фасоли, смешанной с чем-то, решила не залезать в электричку, а открыла ее и ела прямо на перроне. Никто не смотрит на это косо. Да, это правда, люди здесь едят на лавочках везде, там, да, из контейнеров, вот, да, это обычное дело. Овестные работники там на лавках едят свои ланчи, это обычное дело. Да, никто косо не смотрит. Вот, это мы говорим, что не понравилось. Не понравилось, да, еще что не понравилось. Что мне еще не понравилось? Мне не понравилось, что в некоторых музеях вход платный. Нет, на самом деле цены на музеи здесь, если это мой платный музей, допустим, Букингемский дворец, вход платный. И цены на некоторые музеи, интересные достопримечательности, которые хотелось бы посмотреть, они дорогие. Очень там, я хотела очень сходить в Тауэр, но я студентка, и даже со скидкой мне будет стоить там порядка 20 фунтов, а 20 фунтов это там около 2000 рублей, и это дорого. Ну, на мой взгляд. Но тут есть такие плюшки и бонусы в том плане, что если вы планируете несколько раз посетить Великобританию, или вы хотите сходить в несколько музеев, то некоторые музеи делают годовой билет, допустим, как сэкономить на походе в Тауэр, у них есть альянс с пятью музеями, и вы можете купить годовой билет в эти пять музеев, туда же входит Тауэр с неограниченным количеством посещений, и стоит он около сорока с чем-то, по-моему, фунтов, сорок три, и это позволит сэкономить прилично. Ну, в общем, да. Хорошо, и ещё, пожалуйста, три вещи, которые удивили в Англии, или в Лондоне. Не, на самом деле, очень удивительные здесь ландскейпы, когда ты идёшь и видишь... Смешение стилей. Да, смешение стилей, причём оно выглядит как-то более гермонично, чем в Москве, потому что в Москве тоже смешение стилей, но ты идёшь, видишь старую Москву, поднимаешь глаза, видишь, и видишь, там, хрущёвку. Да. А здесь как-то, там, поднимаешь глаза, и видишь, хай-тек. Хай-тек, да. Ну, что меня ещё удивило? Люди снова. Снова люди, тут некоторые так ходят, там. Меня удивило, что они здесь не мёрзнут практически. Они могут ходить в шлёпанцах, там, в ту погоду, в которую я окутаюсь в куртку, в свитер, и хочется ещё натянуть на нос шарф. Некоторые могут позволить себе ходить в майках и шлёпках, и прекрасно себя чувствовать. Да, это правда. Что же меня ещё удивило? Ну, меня, конечно, впечатлили музеи. Меня впечатлили мумии, друзья. Да нет. Я позавчера ходила смотреть мумии, никогда в жизни их не видела. Ну, в общем, в Москве, по-моему, тоже есть мумия, прямо на Красной площади. А там прям целый зал мумий. Ну, да, кстати, в Москве есть мумия на Красной площади, но я её тоже не видела. А тут прям целый зал мумий. Смотри, не хочу. Вот. И мне очень понравился Кембридж. Да. Ну, меня, кстати, удивило, что мои ожидания не совпали с тем, что я думала и что оказалось на самом деле. Потому что, когда я сюда готовилась к поездке, сюда, то я читалась там Джейн Остин и насмотрелась всяких фильмов британских там. Там, Джентльмены. Да-да-да, сериалов про то, как жили раньше, там, из серии Ларк Райза и Кэндл Форда. И там, ещё забыла, как сериал называется. Крэнфорд. На Крэнфорд, да. Посмотрев там, я ожидала увидеть вот таких англичан. Но, может быть, они живут где-то не в Лондоне, но таких англичан я не видела. И... В общем, готовить сюда, смотрите, современные британские сериалы. Потому что это будет несколько непохоже. А ещё меня удивило, что люди здесь абсолютно спокойно относятся к транспорту, потому что в Москве частый вопрос там, а как ты доберёшься туда? Ты говоришь, на метро, а что, у тебя нет машины? И как бы, ну, у него нет машины. А здесь я ехала в метро и видела женщин таких, ну, в возрасте. Они были одеты очень дорого, красивые, со вкусом и абсолютно спокойно ехали в метро. И здесь это считается нормальным. Да, здесь вот удивительная особенность, да, что метро очень демократичный транспорт. И здесь можно встретить и все классы людей ездят на метро в Лондоне, и там бизнесмены. И даже, по-моему, я помню, была такая фотография в интернете, мэр города едет в аэропорт на метро вот с чемоданом. То есть это правда, да, это правда. Еще, кстати, про метро меня удивило, видела недавно, что у них нет такого, ну, вошли старики, и как-то никто не подорвался выступать им место, как-то, ну, мне показалось странным. Ну, ты знаешь, сложно сказать, потому что иногда, я думаю, что, может, это туристы не уступают, потому что, по идее, тут есть места, обозначенные для, там, ну, беременных, пожилых, инвалидов, да, и, по идее, в принципе, если подойти и сказать, то тебе уступят. Вот, и, ну, как-то, да, может быть, не так. Может, и в Москве тоже не так прям сильно? Ну, в Москве тоже не всегда, но в большинстве случаев, там, ты наблюдаешь картину, что, ну, тебе самому становится неловко. И тут я понимаю, что я ставлю, там есть такие кушетки здесь с метро, то есть не только сиденья, есть сиденья, которые поднимаются, и они могут стать сиденьями для инвалидов, а по краям вагона есть такие сидушки, как у нас теперь в Макдональдсе вы сделали, на которых можно облокотиться и встать, то есть полусидя, вот, и, ну, а как-то люди едут и едут, едут и едут, а старики стоят и стоят. Вот, ну, может быть, это единичный случай был, но я удивилась. Ну что, хочется сказать огромное спасибо. А, еще хотела сказать, что мне не понравилось. А, ну, пожалуйста. Друзья, будьте очень внимательны, когда вы приезжаете в страну, потому что первое, что, первое моё впечатление об Англии было такое. Я радостно вышла из самолета, и первое, что я делаю, приезжая в другую страну, я иду покупать местную сим-карту. И я пошла покупать местную сим-карту к радостному индийскому джентльмену, и он радостно мне ее продал. Кстати, мобильная связь здесь дороже, чем в Москве. В Москве я плачу там порядка 700 рублей в месяц, а здесь в месяц с тем же интернетом, что в Москве, стоило мне 25 фунтов. Вот, и он тоже говорит мне, что вот такой интернет, пожалуйста, 25 фунтов, я плачу ему 25 фунтов, радостно встречаю дядю, мы идем к машине, я обнаруживаю, что он продал мне пакет не за 25 фунтов, а за 10, а взял 25, и там, ну, все бы ничего, но там вообще нет интернета, то есть там 500 мегабайт. И поэтому будьте осторожны, тут на туристов могут наживаться. Да, смотрите в оба. Смотрите в оба. Да, ну это я думаю, что не только, конечно, в Лондоне, это в любом большом городе. Наверняка, но я была, конечно, очень опечалена первым впечатлением. Первым впечатлением в аэропорту. Ну, больше я после этого таких случаев не видела, еще мне говорили, что нужно быть здесь очень аккуратным по поводу воровства и прочего, но я не видела ни у кого на улице, чтобы кто-то там стоял в обручении, чтобы у кого-то что-то украли. Да, за 18 дней не было. И одну аварию всего здесь увидела, это тоже меня удивило. Мало? Очень мало. Одну аварию, причем несерьезную, просто у водителя отлетела, как он называет, фара. То есть ничего серьезного не было таких. То есть я вообще не видела аварий, хотя я ездила очень много, кроме вот этой. Ну, повезло. Повезло, да. Хорошо, спасибо тебе большое. Ну и последний вопрос вообще, как, ну, понравилось, не понравилось, а в общем, приедешь еще, рекомендуешь там? Нет, ну я по-любому приеду еще, потому что у меня здесь живет тетя. Нет, вообще на самом деле рекомендую, но если бы я, ну, как бы, если бы я была самостоятельным путешественником, и мне негде было бы здесь остановиться, то я бы, наверное, второй раз я бы очень сильно подумала, потому что это все-таки очень дорого здесь. Ну, мне повезло, что здесь живет моя тетя, потому что если бы я ехала сама, то хостелы здесь стоят столько же, сколько у нас в Москве ночь в гостинице. Ну, просто нужно смириться с ценами. Да, просто нужно смириться с ценами, но, да, я советую однозначно, здесь есть что посмотреть, и еще, если вы приедете один раз и посмотрите столько же, сколько я, то вам останется еще посмотреть на третий, на четвертый, на пятый раз. Ну, хорошо, спасибо всем большое, кто посмотрел. Если было интересно, ставьте лайки, как обычно, традиционно, вот, задавайте какие-то вопросы еще, ну и все, всем счастливо! Субтитры сделал DimaTorzok